Пытаюсь не пожаловаться на чиновника, судью, начальника, а те отписку, обычную пишут, формальную отписку. В этом государстве все формально, все только на словах. Так все, кого надо, честно сказать, я и мои знакомые не ожидали. В этом ряде по благоустройству города он отдавал своим родственникам, поэтому ему дали кличку, бордюрный мальчик. Где сейчас находится этот косинец? Косинец в администрации президента. Косинец инфицированный может свободно сюда въехать. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Жарков Виктор Яковлевич. Ну, история эта, если начать с самого начала, то эта история будет очень-очень долго, скажем так, рассказываться. Потому что начиналось все сначала с обычных судов, борьбы с нашими чиновниками, судами, с милицией, со Следственным комитетом. В дальнейшем все это переросло в то, что попытался, скажем так, подключить или найти защиту от вот этого беспредела у власти, у, скажем так, других лиц, граждан. И где ни пытался, мне в Минске отказывали, тот же самый замминистра МВД Мельченко на тот момент отказывал, прокуратура отказывала. И получилось, что предложили попытаться организовать общественное объединение за честную власть. Мы с моими товарищами и создали, скажем так, вот это вот, не создали, а попытались вместе зарегистрировать вот это вот объединение за честную власть. Но наша власть этого не дала. Никому не нужна в Белоруссии честная власть. Никто не хочет слышать, чтобы все происходило честно. Здесь, в Беларуси, все настолько коррумпировано, все пронизано ложью в чиновничьем аппарате, в судейском корпусе и вплоть до президентской администрации. Я являюсь членом Генерального совета по созданию общественного объединения за честную власть. Скажите, а что это за объединение? Какие цели оно вообще декларирует? Ну, оно декларирует то, что нужно помогать людям отстаивать все-таки человеческие достоинства, правду в этом государстве. Но правду в этом государстве не добьешься. И также, чтобы, скажем так, и выборы были честные, и чиновники честно и справедливо относились к просьбам обычных граждан. Потому что зачастую ни одна просьба, ни одна жалоба, ни одно ходатайство, ничего не рассматривается. Пишутся обычные формальные отписки. Для этого и создали вот эти законы об обращении граждан. То есть, пытаешься пожаловаться на чиновника, судью, начальника, а тебе отписку, обычную пишут, формальную отписку. В этом государстве все формально, все только на словах. Ничего власть не делает для обычных граждан. Обычные граждане никто для государства. Я, может быть, скажу и грубо, но это так и есть. Мы для них быдла, просто-напросто. Об этом я был заявил в свое время, когда ездил на прием к замминистра МВД Мельченко. Он меня выслушал. Я объяснил ситуацию. Он сказал, разберусь. Но, выйдя из кабинета Мельченко, меня остановили его адъютанты в звании полковника. И они обратились ко мне. Ты же, говорит, бывший офицер. Я действительно бывший офицер. В 96-м году уволился, посмотрев, как все это творится в нашем государстве на тот момент. Конечно, это были времена развала и разрухи. Зарабатывали копейки офицеры. Поэтому не было перспектив, уволился. И вот они мне говорят, ты же бывший офицер. Пойми, с системой бороться бесполезно. Ты ничего не добьешься. Брось судиться, тратить деньги на суды, на поездки и на все остальное. Живи ради своей семьи, ради детей. Я просто поднял глаза и, глядя им в глаза, сказал, а я как же для вас, быдло, расходный материал? Они не знали, что мне ответить. Просто-напросто. Я развернулся и ушел. Этим закончилась моя поездка в Минск. В областном суде председатель судебной коллегии, когда проходило обжалование моих, скажем так, заявлений, жалоб судебных, вот этих решений, просто-напросто. На тот момент, это была поездка летом, по-моему, если мне память не изменяет, к замминистра МВД. А в ноябре-октябре был областной суд. И как там происходит заседание? Сидит куча граждан, сидит три судьи. Один из них председатель судебной коллегии. И вызывают, выслушивают пояснение гражданина, потом уходят, выносят вердикт. Доходит до меня очередь. Сидит куча граждан, других, независимых. Я встаю и подхожу к трибуне и говорю, вам, говорю, я не первый год сужусь с вами. Говорю, вам, как гражданину Республики Беларусь, как отцу, как сыну, не стыдно выносить заведомо ложное, несправедливое решение? Как вы думаете, что на это ответил мне председатель судебной коллегии, состоящий из трех человек? Он просто, даже не задумываясь, если вам что-то не нравится в Белоруссии, езжайте в Сирию. Извините меня. Я был, конечно, удивлен. Одна из судей, которая сидела рядом с ним, у нее медленно поползла челюсть вниз, потом просто развела руками, типа, я сама не ожидала такого от него, потому что она была только-только переведена из районного суда в областной. Я не буду называть ее фамилию. И поэтому, судя из вот этих всех высказываний, фраз, я был на приеме у начальника следственного комитета на тот момент, по Витебской области, Шалухина. И когда он мои заявления о преступлении просто провел по книге обращений граждан, не книге заявлений и сообщений о преступлениях, я пришел к нему и спросил, вы не боитесь ответственности перед Александром Григорьевичем? Он мне сказал, нет, не боюсь. Это говорит о чем? О том, что вот это безобразие начинает твориться там, уже наверху. То есть это все идет с подачи самого Александра Григорьевича, так называемого президента Республики Беларусь, за которого я ни разу не голосовал. Но я считаю, что мой голос просто незаконно использовался в том, чтобы достичь, скажем так, вот этой власти, которую он достиг. И все голоса, которые он себе присваивал, это были незаконно ворованные у людей голоса. Их право голосовать за другого человека. Но он отобрал у них это право. Не дал проголосовать так, как они считали необходимым. Нет, это не статьи Уголовного кодекса. Меня не судили по уголовным статьям. Да, сейчас там идет, меня пытаются осудить по уголовной статье, посредничество во взяточничестве. Хотя этого не было, но на меня давили следователи АБЭП, потому что у них был заказ на человека, которого они хотели посадить. И меня ударили головой в следственном здании Первомайского РУВД. И вынудили написать... А у вас есть освидетельствование медицинское обоих? Нет, они мне сказали, если... Ну, то не они, а адвокат, скажем так, который был на тот момент, сказал, если ты напишешь заявление, тебе еще будет хуже. Я просто пошел в поликлинику, и в поликлинике, да, зафиксировал, что у меня был удар, сфотографировано, это все есть уже там, ну, на фотографии, в телефоне, что разбитая бровина. Они мне конкретно сказали, если ты не хочешь, то есть, понимаете, в чем сложилась ситуация. У меня умер брат, ребенка был вопрос, ставился или отдать в приют другому человеку, или я его заберу себе. Я оформил документы, чтобы забрать себе ребенка. Он у меня находился первый день, на следующий день меня там задерживают, в РУВД бьют головой о стену и говорят, если ты не хочешь, чтобы у тебя забрали приемного ребенка, чтобы остался в твоей семье, чтобы твои дети не остались без отца, ты должен дать те показания, которые нам необходимы. То есть, извините, меня задержали без 20 часов дня, адвоката дали только в половину 12 ночи. Хотя я заявлял об этом во всеуслышание, медики приезжали, которые фиксировали то, что у меня рассечена бровь, была головой ударен. Они говорили, что мне необходимо оказание медицинской услуги в медицинском учреждении. Но сотрудники игнорировали все это. Они меня держали, по лицу текла кровь, и им это было без разницы. То есть, такое безобразие, которое творят сотрудники, я считаю, и многие мои друзья считают, что это все творится с подачи нашего, в кавычках, уважаемого президента. Я его, честно вам говорю, не уважаю, и многие мои друзья не уважают. И на этих выборах они не будут за него голосовать, и никто за него из моих знакомых не будет, потому что он уже всем надоел, всех достал своими обещаниями, которые он показные, вот эти вот обещания, кричит на экране телевизора. Но телевизор этот мы практически не смотрим, потому что там сплошная ложь. Так, вот этот случай, он как раз и стал основанием для создания движения за честную власть, либо это еще раз? Нет, 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 нет. Нет, это случилось еще раньше. А вы говорили, что баллотировались депутаты, правоты, представители? Да, пытался, да, баллотироваться. Я, скажем так, могу даже показать на камеру, когда я стал членом Генерального Совета, это в 2014 году, вот, 16 февраля 2014 года. То есть это было давно, еще давно до этих событий. Просто это все перетекло, скажем так. Я был предпринимателем, занимался определенным видом деятельности, грузоперевозками, но сцепившись с этой системой, беспринципной, для которой никого нет. Я вот просто сейчас нашел бумажку, эта бумажка была написана еще 7 лет назад. 7 лет назад я писал вот такой вот для себя набросок, где говорится, что в нашем государстве чиновниками прилагаются все усилия, чтобы обычного гражданина, который имеет право на защиту, согласно конституции нашего государства и других актов законодательства, унизить, оклеветать, замучить различными. Да, просто вот, и здесь называются фамилии, ничего не изменилось. Вот отказывали, то есть, вот можно сказать, там тебе, понимаете, я выкинул тебе, скажем так, макулатуру сдал, потому что жена сказала, будешь судиться, я с тобой разведусь. Так я же говорил, что доказательства, что суды ишли, что отказы. Ну, для этого можно запросы сделать, в СК записать. Нет, и запросы, можно видео показать людям. Видео. Что в судах было вынесено такое-то решение. По поводу предпринимательства тоже. Я был предпринимателем. В каком году? У меня лицензия на грузоперевозки на тот момент была. В каком году? Так, сейчас подождите, найду, когда я закрыл предпринимательство. А, вот, бумаги, предпринимательские бумаги, что я был предпринимателем в городе Витебске. И я закрыл предпринимателем с 2002 года. Я был предпринимателем. И в итоге тоже получилось так, что хотел открыть стоянку с шиномонтажом в городе Витебске. И конкретно в районе медцентра, по улице Петрусябловки в конце. Я подал заявку в архитектуру на выделение участка земельного для моего вида деятельности или приобрести как-то. Но главный архитектор города, на тот момент он был главным архитектором города, это Дубик, услышав про это, приехал к нам на место и посмотрел, что это перспективное место. Мне он отказал. Формулировка была «не готов к плану застройки микрорайона». Но на тот момент Витебская ДСК вело точечную застройку, уже было возведено до половины, несколько девятиэтажек в том микрорайоне. То есть получается, что для меня не готов план застройки района, но для Витебского ДСК они незаконно производят застройку домов. Этого не может быть. Генеральный план уже был на тот момент, но мне отказали. Я попытался обжаловать это у председателя Витебского обл. исполкома Косиниц, на тот момент у нас был в Витебске, но он также отказал мне, типа «все законно отказано». И где же сейчас находится этот Косиниц? Косиниц в администрации президента прячется за спиной нашего уважаемого в кавычках президента. Дубик уволился, потому что он похитил при реконструкции драмтеатра около 500 тысяч долларов, ходили такие слухи, но он компенсировал все эти деньги, и его отпустили. Он спокойно разгуливает, занимается, я не знаю, чем своими делами. У Косиница в нашем городе вообще о нем никто не может, наверное, я не знаю. Из моих знакомых, во всяком случае, точно сказать положительного мнения, потому что он, скажем так, воровал, наверное, или как там назвать, то есть все подряды по благоустройству города он отдавал своим родственникам, поэтому ему дали кличку «бордюрный мальчик». То есть тротуарную плитку вылаживали его родственники в городе, бордюры вылаживали родственники. Косиниц что сделал хорошего? Да ничего, погубил площадь Победы, которая была засажена старыми деревьями, в которой отдыхали пенсионеры, дети, матери с колясками гуляли. Он что сделал? Полигон, плацдарм, на котором сейчас ветер, да на машинках катаются, когда праздники какие-то, мамы маленьких детей выгуливают или устраивают концерт. Для чего? Туда никто не ходит. Поставят елку на Новый год? Так кто ходит туда? Я лично нет, мои знакомые сильно не ходят, потому что не благоустроены, ничего нет. То есть он угробил зону отдыха, там были деревья, ну, скажем, чуть ли не вековые. И какой из него хозяйственник? И как он может управлять этим государством, находясь в администрации президента? Я не знаю. Меня еще сбила машина в июле месяце. В 2019 году? Да, в 2019 году. Сбила машина. Но никакого ответа не было. То есть... А виноват был водитель? А я не знаю, кто был виноват. Дело в том, что... Смотрите, а как происходила ситуация? Где это было? Я очнулся в областной больнице. И мне сказали, вы якобы переезжали дорогу на красный свет по пешеходному переходу на велосипеде. Да, я на тот момент ездил на велосипеде. Я, возможно, переезжал дорогу на велосипеде. Но я никогда на красный свет не переезжал. Но в дальнейшем мне сказали, вы на красный. И следователь после этого... Я отлежал месяц в больницу, у меня переломы лобной кости, челюсти, палец вот до сих пор не сгибается, как положено. То есть был перелом пальца. И ответа я от следователя не получал больше, чем полгода, наверное. Вот только недавно тот ответ пришел, где-то там бумажка есть, там лежит, по-моему, в конце февраля, что женщина, которая меня сбила, не виновна, и в этом ДТП пока неизвестно, кто виноват. Вначале он утверждал, что типа она виновата. Но, извините, у меня существует логика. Если 6 рядов движения в полосе, 5 полос меня пропустили, как рассказывали свидетели, я тот день не помню, меня просто стерло тот день из памяти. 5 полос пропустило, а 6 полоса как летела, так и летела, сбила меня. Следовательно, кто виноват? Тот, кто летел в крайней полосе. Он меня сбил. Но пытаются меня полностью обвинить. Я думаю, у нее связи какие-то, или кто-то знакомый, скажем так, где-то существует. Не зря же следователь затянулся, это более чем полгода. Вот такое вот тоже было. Других примеров, вот я рассказывал, что купил дом, ой, вернее, я не рассказывал, а вот судился тоже, в том году были суды, у меня есть бумаги, даже есть заявление о преступлении на судью. Но это заявление о преступлении на судью, первомайский РУВД, начальника первомайского РУВД, просто прислал отписку, что в вашем обращении нет никакого состава преступления. И это не наша компетенция рассматривает. То есть вы платите деньги в суд и подаваете жалобу на эту судью. Извините. Для чего у нас создана система КГБ, которая обычного гражданина затравит, задушит, следит за ним? Почему у нас не следят за судьями? Почему у нас судьи занимаются беспределом? Где сукала, который должен следить за ними, тем, чем занимается суд и судейский корпус? Нету его. Он просто для галочки занимает свою должность. Можете сказать ваше отношение к нынешнему сейчас положению вокруг эпидемии и коронавируса? Достаточно ли меры принимает наша власть? Ну, скажем так, наша власть практически, наверное, не принимает меры никакие. То есть разрешен въезд любого гражданина из любого государства в нашу страну. Как Григорьевич сказал, мы для всех открыты, ни для кого не закрывались. Но это не нужно, это наоборот получается. Любой инфицированный может свободно сюда въехать. Потом не закрываются на карантин детсады, школы. Вы считаете, что необходимо закрыть учреждения на карантин? Ну, частично объявить каникулы, скажем так, для детей. То есть зачем ребенку ходить в школу, в которой может появиться инфицированный нулевой переносчик? То есть вирус же как? Так, их несколько видов. Ну, то есть есть переносчик, есть кто заболел, есть там кто еще на стадии болезни. И никто не может предсказать, какой придет человек в школу. То есть ученик тот же самый. У кого-то родители ездили отдыхать в Италию, приехали, пообщались с ребенком. Он вроде бы не заболел, но является переносчиком. Поэтому должен быть все-таки какой-то карантинный период все-таки должен существовать. Понятно. А вы сами не боитесь коронавируса? Вы носите маску или нет? Нет, я не ношу маску. Вы считаете, что она эффективна? Ну, она, возможно, может и неэффективна. Это все так. А как относитесь к тому, что сказал президент, к его рецепту лечения коронавируса с помощью водки и трактора? Ну, это он вообще. То есть такой клоунады, честно сказать, я и мои знакомые не ожидали. Кто слышит это, ну, шутка или не шутка, или рекомендацию, все ржут с него просто-напросто. Ну, это... Ну, это... Ну, это... Субтитры сделал DimaTorzok